Привет всем! Сегодня хочу показать, как я буду делать быстрые тарталетки без выпечки. Тарталетки без выпечки не требуют высокого кулинарного мастерства, только старательность и позитивный настрой. Очень вкусные ягодные тарталетки. К сожалению, в магазине не оказалось клубники, и я решила использовать киви, абрикосы и дыню. Я участвую в кондитерском марафоне, и это было наше первое задание. Мне пришлось на скорую руку смастерить формы для тарталеток, так как металлических кругов под тарталетки у меня не оказалось. Я нашла выход из положения и сделала эти формы пластмассовые из-под банок варенья и мороженого. На этом марафоне нам дали задание сделать ягодные тарталетки, и вот что у меня получилось. Тарталетки я буду готовить из этого сухого печенья Мария. Оно очень хорошо поддается крошению, то есть нужно измельчить это печенье или в ступке, или в комбайне, или в толкушке. У меня вот такой вот комбайн, где также дополнительно как ингредиент входят орехи. Я перемалываю орехи, перемалываю печенье, и получаю сухую смесь, в которую нужно добавить растопленное масло, также растопленный шоколад. У меня вот черный шоколад. А Филадельфия сыр идет как начинка. Филадельфия сыр просто перемешивается с сахаром. Я использовала сахар стевия, он на 50% содержит меньше калорий, чем обычный сахар, и я его применяю чаще. Вот такая получается смесь. После добавления масла сливочного растопленного мы перемешиваем все это тщательно. Также добавляем в эту смесь горячий шоколад, предварительно растопив его на водяной бане в помощь нам силиконовая лопатка, которая так необходима в кулинарии. И все это перемешиваем. Получается смесь, как влажный мокрый песок. Из такой смеси можно также делать печенье картошка. Наверное, все знают этот рецепт. Просто круглые шарики, которые потом кладутся в холодильник для замерзания. Ну а я этой смесью буду набивать формы свои и делать как бы мини-тортики. У меня оказалось всего три вот таких вот формы. Я их набиваю с высокими краями, чтобы было углубление для начинки, куда мы положим Филадельфию сыр. У кого есть ягоды, дополнительно украшают ягодами. Вот после замерзания получаются формы в таком виде. Их удобно формировать уже в настоящие тарталетки. Выкладывать на них начинку в виде Филадельфия сыра, подслащенную, ягоды или фрукты, какие у вас есть. У меня оказалось киви, абрикосы и дыни. К сожалению, в наших норвежских магазинах не всегда полный набор ягод. Сейчас я все это выкладываю, украшаю. Также можно украсить съедобными цветочками, такими как незабудки, сирень, несколько маленьких цветочков. Ну и получается вот такая красота. Очень вкусный, легкий, быстрый рецепт. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на мой канал. С вами была Лора, до новых встреч. Будет много интересных видео на различные темы. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!